7 октября стартовал 24-й ежегодно открытый фестиваль телекомпании Московской области «Братина». Первое мероприятие в рамках форума с учетом эпидемиологической обстановки в мире прошло в формате в зум-конференции, организованной в главной студии телекомпании «Тонус». Темой разговора стало развитие молодежных СМИ. В формате онлайн-встречи выступила председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Александровна Чернышева. Она активно поддерживает молодежь не только в их стремлении освещать события, но и желает помочь им выбрать верную социальную направленность. Профессиональные журналисты должны очень деликатно направлять молодых людей в сторону социально значимых проблем. Вот не случайно наш проект называется «Журналистский долг памяти». Мы считаем, что мы обязаны вот этот долг выполнить и как-то передать эстапету работы над патриотической тематикой молодым журналистам, будущим журналистам. И это первое. Это нужно делать ненавязчиво, своим каким-то личным примером, помогать им формировать гражданскую позицию и то, что называется действие. В студии «Тонуса» присутствовал руководитель Сергеева Посадской молодежной телестудии «Окно» Михаил Ходов. Недавно Наталья Чернышева побывала в гостях у юных талантов и отметила хороший уровень подготовки будущих специалистов. А начиналось все с бумажной трубочки. Поначалу в 1994 году ребята импровизировали, складывали бумажку в трубочку и представляли, что это микрофон. И ходили, задавали вопросы. Ответьте, пожалуйста. Вот так вот импровизационно, конечно, это все было в виде самодеятельности. Но буквально через год там купили первую камеру, через два года, три года сделали первый фильм об Арченкове, у художники. И постепенно-постепенно это превратилось, конечно, в студию. Владимир Иванович Полин сделал, в общем-то, телестудию. В ходе общения коллеги обменялись опытом руководства молодежных СМИ и рассказали, как они развивали свои телестудии. И мы играли, действительно, мы сначала играли в телекомпанию. А вот сейчас у нас детки уже участвуют не в одном фестивале. Участвовали и удачно. Мы делаем неплохие работы, я так считаю. Для нас почему? Потому что нас только в этом году, через 15 лет, нам выделяется какая-то небольшая комнатка без окон, без дверей. Детское телевидение «Страна звезд» существует два года. Мы немножко пошли другим путем. Сразу у меня такая частная история. Я открыла детское телевидение. Сама взяла на себя такую миссию. Не стала работать, начиная в ДК, в Доме творчества. У нас свое помещение, своя студия, три разноцветных стены, на которых мы снимаем разные программы. Можно найти нас в Ютубе. Мы активно туда выкладываем свои работы. Собственно, мы еще официальное средство массовой информации детское, зарегистрированное официально. У нас есть лицензия на уезжание. И мы существуем на базе школы. Поначалу это было, как вы говорите, просто кабинет какой дали. А сейчас с помощью точки роста у нас есть специальный кабинет, где у нас оборудована студия. Есть минимальное, конечно, телевизионное оборудование, которое мы используем и работаем. Все такие разные студии, но объединяет всех одно. Это энтузиазм. Вы все энтузиасты своего дела, мы с вами энтузиасты. Это самое главное, тогда все получается. А дальше студии могут быть совершенно разные, потому что, как показывает практика, действительно, вот какой руководитель, такая и студия. Звучали и предложения по эффективному развитию молодежной журналистики в современных реалиях. Наталья Александровна предложила привлечь к участию в фестивале «Братина» еще больше молодежных СМИ. На следующую «Братину» организовать специальную сессию для молодежных медиа и специальную номинацию. Я готова в этом участвовать с призами и со всем прочим. Общение прошло в теплой и дружеской атмосфере. Коллеги обменялись контактами и договорились о том, что сделают отдельную встречу для руководителей молодежных средств массовой информации, где вновь встретятся и не в формальной обстановке более подробно обсудят все насущные вопросы. На этом первое мероприятие подошло к концу. Но впереди еще много интересных встреч. В 14 часов прошла очередная зум-конференция. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев поздравил всех с началом 24-го открытого фестиваля телекомпании Московской области «Братина» и подчеркнул, что форум современной журналистики «Вся Россия» в этом году тоже прошел 24-й раз. Интересный опыт. И мы, конечно, в том числе и на нашем фестивале в Сочи отмечали и говорили о наших коллегах, которые действительно оказались, например, на больничной койке, как тоже мой друг из программы «Время» Антон Верницкий. И он стал все снимать на мобильный телефон, там из-под капельниц всю картинку и сделал большой репортаж. И вот это тоже опыт работы в самых экстремальных ситуациях. Это важно знать и важно как-то учитывать, фиксировать и рассказывать, может быть, студентам о том, как приходится журналистам иногда работать. Когда мы работали в период самоизоляции, мы чаще использовали любительское видео. Вот у меня в связи с этим вопрос, не снизится ли вообще планка телевидения, не привыкнем ли мы к этому и не станем ли чаще прибегать к любительскому видео и вообще делать, как говорится, репортажи на скорую руку? Я не думаю, потому что все-таки очень многое у нас на телевидении, не только у нас, везде на телевидении, зависит от доли и рейтинга. А зрители иногда устают от картинки непрофессиональной и переключаются на другой канал. Поэтому телевидение все-таки должно стремиться к четкости, яркости, правильной картинке, правильно выстроенному кадру, профессиональной работе оператора. Это, конечно, важно. А в сложных экстремальных случаях, конечно, что-то можно снять и на мобильный телефон. Спасибо, Владимир Геннадьевич. У нас есть желание высказаться у телеканала «Первый мы Тищенский». Пожалуйста, вам слово. Техническая группа будет обыкнуть, включите микрофон. Добрый день. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Слышно. Отлично. Меня зовут Калимулина Алсу. Я главный редактор телеканала «Первый мы Тищенский». Хотелось бы поделиться опытом, как работали мы. И скажу даже честно, мы раньше, чем первый канал, запустили такую рубрику, как «Друг для друга». То есть это истории наших телезрителей, чем они занимаются в режиме самоизоляции. Кто-то печет пироги, кто-то вяжет, кто-то выращивает какие-то особенные растения. То есть наш телезритель раскрылся для нас абсолютно по-новому. По поводу пандемии и работы в пандемии. Я создал группу, мы создали группу в WhatsApp. Если вдруг будет возможность, подсоединяйтесь к ней, обмениваясь контентами и программами. Я думаю, что программа всем поможет объединиться. По поводу обмена контентом у нас была такая практика. Кстати, общественное движение «Братина» и тут помогало друзьям и коллегам выживать и трудиться, и чувствовать плечо друга. Потому что мы кинули клич о том, чтобы друзья из подмосковных городов присылали нам свои видеосюжеты, и мы показывали их в эфире. У нас была рубрика «Сюжеты от общественного движения «Братина». А наши телезрители, в свою очередь, могли видеть, как переживают этот трудный период в других городах. Я знаю вашу традицию. У меня вот здесь стоит «Братина», вот такая. Да, приходилось. Так что, ну что делать? Обязательно, надеюсь, поучаствовать в традиции. Владимир Иванович, мы уже продумали, как с соблюдением всех мер безопасности все-таки сохранить нашу традицию. Я не буду рассказывать, что мы придумали, пока оставим в секрете. Хорошо. Спасибо тем, кто принимал участие в конференции. Спасибо тем, кто прислал нам работы. Спасибо тем, кто приедет к нам 9 числа на брендовый конкурс «Репортаж Скалиоз». Посмотрим, какие темы вы найдете в Сергеевом Посаде. Зрители определяют победителя в этой номинации. В остальных номинациях победители определит наше компетентное жюри. И, конечно, Владимир Геннадьевич, от вас приветствие участникам фестиваля и пожелания. Коллеги, если вдруг какие-то созревут вопросы к этому времени, то 10-го я обязательно буду в Сергеевом Посаде. Еще пообщаемся лично. Но пожелать могу, конечно, только серьезнейших творческих успехов, радости жизни, несмотря ни на что, оптимизма и мощнейшего иммунитета, который всем нам сейчас очень нужен.